А теперь, Сергей Олегович, давайте как бы к сладкому, к сегодняшнему выступлению Путина. Значит, ну, потрясающе. Вот вы правильно сказали, что что-то явно либо с ним не так, либо это вообще как бы и не он. Потому что, ну, опять очередной был экскурс в историю, но какой-то совсем вообще уж дикий. Значит, Путин сегодня заявил, что россиянам хорошо жилось под Золотой Ордой, потому что, цитирую, ордынцы вели себя нагло и жестоко, но не затрагивали русского языка, традиций, культуры. А вот западные завоеватели именно на это и претендовали. Конец цитаты. Путин похвалил Александра Невского за то, что тот, начало цитаты, ездил в Орду, кланялся ордынским ханам, получал ярлык на княжение, в том числе и прежде всего для того, чтобы эффективно противостоять нашествию Запада. Конец цитаты. Сергей Олегович, у меня даже не могу сформулировать вопрос. Ваши впечатления? Нет, это просто класс. Это замечательно, потому что вот это надо выбить золотыми буквами в мраморе и всем теперь нам на это дело ссылаться, потому что, во-первых, мы понимаем, зачем Путин ездит в Китай. Потому что Китай, вот та самая Золотая Орда, ну, там Монголия была, конечно, Золотая Орда, но Китай недалеко от него и ушел. И то есть мы теперь понимаем, зачем Путин распродает Российскую Федерацию, зачем он получает ярлык на княжение от Си Цзиньпиня. Потому что я вам напомню, что Си Цзиньпинь в марте, когда приехал, он сказал, что «А у вас первое дело, вот первые слова. Я знаю, что у вас в следующем году будут выборы, и я уверен, что ваш народ вас изберет». Все, значит, ярлык на княжение, да, вот приехал новый представитель, там, ну, не Орды, но Китайской империи, и Вовику Путину, значит, этому самому князю местному Владимиру, вот, сказал, что «Ты, типа, можешь княжить, но под нашу дудку, конечно». То есть мы над вами будем издеваться, мы из вас будем выкачивать все соки, мы у вас будем отнимать территории, острова спорные, значит, переписывать названия ваших городов на китайские, и все вообще будет, и вы нам, заставлять вас продавать нам все ваши товары в 10 раз дешевле, чем вы их продаете обычно, вот. Вот, но зато можете говорить на своем русском языке, сраном, и заниматься своей русской историей. Вот, это, во-первых, мы вот поняли теперь, что у Путина в голове, да, что, и он надеется, что за это его потом после его смерти, вот сейчас тот, который Путин в холодильнике лежит, он надеется, что за это его сделают святым, да, значит, вот был святой Александр Невский князь, а теперь еще будет святой, значит, князь Владимир Петербургский, вот, это первое. Но дальше мы можем продолжить дальше эту аналогию. Значит, Путин говорил, что всячески измывался над теми людьми, которые во время Великой Отечественной войны сотрудничали с Германией, даже несмотря на то, что они боролись со Сталином, да, с нацистами. И, в частности, в Украине он говорил, что вот у вас там были предатели, там, Бандера, там, и прочие, да, которые вот там с нацистами вместе все, там, и так далее. Так Путин же нам показал, что это замечательно. Так вот, правильно, значит, делал Степан Бандера, да, которого Путин до этого хайл, значит, а он правильно для украинского народа, он решил, что, потому что, да, они вот немцы, нацисты, издеваются над нами, да, вот они там жестоко, но зато они нам позволяют говорить на украинском языке, носить свою украинскую форму и воевать против Сталина вместе с ними. Все. И это сказал Владимир Владимирович Путин, тот самый, который клеймил, значит, украинских бандеровцев, да, и украноцистов, неонацистов и бандеровцев. Все. Это нормальный Путин не мог сказать такого. Да, вот, получается, Соловей прав, потому что получается, что это только двойник. Ну, а дальше ахинея там на ахинеи, потому что он говорил, вот там, значит, это все дело происходило всего четыре, четыре, четыреста сот, вот, а потом что-то так подумал, нет, что-то это куда-то меня понесло, это многовато, что-то я сказал, да, четыреста лет, то есть пять-шесть поколений. Подожди, Волик, это у тебя что, поколение сто лет, да, потому что вот вообще-то считается у всех нормальных людей, что поколение примерно там двадцать пять лет, да, то есть за век сменяется четыре поколения, иногда даже пять, там, двадцать лет, иногда может, а у него поколение сто лет, то есть за четыре века у него сменилось пять-шесть поколений. Но это говорит о том, что он планирует жить до ста. Да нет, это планирует, что он козел полный, да, и считать не умеет, да, вот. Дальше он там, и дальше, ну, через запятую просто можно быть. А вы заметили, что ему зубы выбили? Нет, не обратил внимания. А вот, вот это самое главное, потому что, конечно, это вот, всё, что мы рассказали, это просто уже сенсация, да, потому что Вовик Путин нам сказал, что, он же нам до сих пор чего говорил? Что нет ничего хуже, чем предательство. А теперь получается, что Александр Невский, который хитрый предатель, поехал к завоевателям получать от них разрешение на княжине, то есть стал гауляйтером Орды, на самом деле герой и святой. Вовочка, так ты разберись, ты либо предатели, либо не предатели. То есть мы теперь понимаем. Ну, ладно, это, значит, у нас главное такое содержательное, а по форме Путин говорил с перекошенной мордой, и у него в правой верхней губе была дырка, и, судя по всему, у него выбит зуб. То есть вот пересмотрите это дело, у него чёрное какое-то место, и то ли ему там просто этих самых надавали люлей перед этим делом, то ли это запись была уже какая-то, уже там энное количество, то есть может они там, это же не прямой эфир, они нам говорят, что это прямой эфир, на самом деле всё записи, они же не будут там давать слово каким-то людям непонятным. И вот, и то есть, наверное, может он тебе позволит чего-то, и ему там кто-нибудь из ФСО вышел там и дал зубы, и у него просто вот дырка чёрная, прям вот посмотрите с правой верхней стороны. Это вот вы на такой элемент обратили внимание, я сразу вот к нашему разговору о вероятной смерти Путина вспомню, как, ну, вообще вся эта неделя проходила под эгидой последствий погромов в Махачкале, я помню, значит, когда Путин собрал вот это совещание, кстати, говоря о еврейских погромах ни разу, не сказав слово еврей, что ли, попыта, он, значит, там особое внимание опять уделял своим часам, он, значит, долго их теребил, там что-то на руке, крутил, потом в итоге снял, положил на стол. И я сразу вспомнил, как однажды его двойник, ну, вероятный, да, уже когда-то прокололся, когда он посмотрел на руку, на пустую, как будто там часы, а часы там на другой руке. На лебеду. Да, 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 перепутал. А вот в этот раз, видимо, для того, чтобы второй раз так не опростоволосится, он их в итоге вообще снял и положил для себя на столе. Вот тоже косвенный, конечно, такой аргумент, да, но все-таки не дают. Это еще интереснее. Нет, там на самом деле аргументы еще менее косвенные, чем вы хотели это показать, потому что мы, кстати, списывались по этому вопросу с генералом СВР, и он мне задал вопрос, а вы обратили внимание на часы? Я говорю, нет, не обратил внимания. Пересмотрите. Я пересмотрел. Говорю, ну чего, ну снимал, но он и раньше их снимал. А он говорит, нет, а вы посмотрите, как он это делал. Он там чуть не минуту снимал эти часы, то есть такое впечатление. И дальше он сказал следующую вещь. Часы были рассчитаны на настоящего Путина, а двойник, у него рука то ли тоньше, то ли тоньше, и, в общем, часы не снимались. Он не мог их отстегнуть очень долго, то есть несколько секунд он отстегивал эти часы. И на самом деле вот генерал СВР сказал мне в нашем личном... Это я вам секрет очень большой выдаю. Вот эксклюзив, кстати, никому не рассказывал. Вы первый, кому я рассказываю. Единственный пока что, Алексей, обратите внимание. И зрители нашего канала, вашего канала... Это да, те, кто еще думают, ставить ли лайк, вот сейчас самое время. Да, потому что вот только на вашем канале могли они устроить, узнать вот такую инсайдерскую информацию и такие подробности. Ну, то есть, конечно, можно всякие вещи наблюдать. И что-то еще было такое на этой неделе, еще два каких-то косвенных признака было того, что, в общем, что-то идет не так, как обычно при Путине. Ну, а дальше уже люди говорили. А еще есть эти самые учения ФСО провели в Москве. Значит, ну, на это я отвечаю, что учение ФСО каждый год. Вот. Но они говорили, ну, вроде каждый год, но вроде не так, вот там, не так, как обычно. Ну, здесь они не убедили. Ну, а в целом, а вот эти еврейские погромы-то, которые прокатились Россией, а вот опять-таки это может быть тоже одно из таких вот последствий, которое могло быть спровоцировано, спровоцировано вот именно ослаблением Кремля вследствие, например, проблем у первого лица, так у военного преступника Путина. Потому что, ну, мы понимаем, что, ну, в целом в государстве, в полицейском, да, ну, если так уж говорить громко, да, то есть где нельзя выйти даже на одиночный пикет с плакатом, у тебя сразу, значит, там, в автозак, дубинками и так далее, огромная оголтелая толпа залетает на стратегический объект, в аэропорт, и, в общем-то, как бы там утихомирить их получается только спустя какое-то время. Ну, как это так? В России толпа захватывает аэропорт. Ну, во-первых, не такая уж оголтелая толпа, потому что эту толпу привезли в этот аэропорт на автобусах, она туда не приехала своим путем. Ну, вот и я же. Этот аэропорт находится вне города, то есть туда не дойти пешком, вот так вот, просто так, и чтобы там несколько сот человек и даже там несколько, может быть, тысяч человек туда вот так вот единоразово пришли, это значит, их туда привезли. А если их туда привезли, значит, это все дело было спровоцировано. И, кстати, вы знаете, как это неудивительно, но то, что это была спровоцированная специально властями акция, доказывает, знаете что? Вот если бы это были бы настоящие погромщики, у кого-нибудь наверняка была бы какая-нибудь бутылка с керосином или с бензином, и облили бы этот самолет и сожгли бы его вместе с теми людьми, которые находились в этом самолете. А никто этого не сделал. Причем им даже не надо было бутылку с керосином, потому что самолет, вы сами понимаете, там же есть горючее, и туда просто достаточно было бросить спичку или зажигалку в баке или куда-нибудь, и вся эта штука взорвалась бы, сгорела бы, и представляете, что это было бы. Вот какой факел живой с людьми, которые выпрыгивали бы там из этих, из окон, там из чего, и их внизу убивали бы, добивали бы эти самые ошалелые молодчики. Вот, и поэтому мне, у меня точно ощущение есть, что это, конечно, была абсолютно срежиссированная акция, а дальше она немножко в разброс пошла тогда, когда они просто вернулись в аэропорт и разграбили все магазины. Магазины, офисы, унесли компьютеры, унесли там телевизоры, унесли все, что можно было унести, потому что, ну, это же быдло все-таки, которое туда приехало, да, ну, как просто так, вот там, и, кстати, убил там полицейского какого-то полковника, там немножко похамило полицейским, вот, ну, а потом, значит, вот тех израильтян, которые там реально были с паспортами, с израильскими, их Росгвардия отбила просто, да, приехала она с опозданием, пересадила в самолет, в вертолеты, и прежде чем взлететь, чтобы вот эти вот хамы, эти бараны не бросились на них, они просто постреляли вокруг себя, то есть дали понять, что они будут стрелять на поражение, если что. И это все дело, конечно, провоцировал Путин, безусловно, спровоцировал Путин, потому что он три недели только об этом и говорил, он принимал Хамас, он ни разу не осудил историю с Хамасом, хотя назвал, кстати, нападение Хамаса на Израиль преступлением, ну, так, походя. Вот, а в остальном, в основном было понятно, что он, в общем, на стороне Хамаса, бедные палестинцы, там, и пятая, и десятая, вот, и вы знаете, как это ни парадоксально, но самым серьезным ответом на вот разгул этого вакханалию антисемитизма было заявление Кадырова. Потому что он сказал, что вот если у меня что-нибудь такое попытаются устроить, три выстрела вверх, четвертый в лоб, и все, и вот они, отпадет охота выходить на такие вещи. И вот это на меня произвело, на самом деле, самое сильное впечатление за эту неделю. Это было самое сильное заявление политическое в Российской Федерации, вот не Путин, ни какой-нибудь, а вот Кадыров. Потому что Кадыров понял, что вот с такими вещами играться нельзя. Потому что если полыхнет, то остановить это будет невозможно. Потому что тогда надо будет просто из пулеметов стрелять, там, я не знаю, там убивать. Помните, у иранцев было? У иранцев в прошлом году была история, когда там у них девушку убили, и пошли стихийные протесты. Так вот там расстреляли 10 тысяч человек. Там 10 тысяч человек убили реально для того, чтобы остановить эти протесты. и посадили потом еще что-то тоже в таком виде. И вот это заявление Кадырова, оно на самом деле показало, что они, конечно, играют, потому что Кадыров сам тоже провоцировал это дело. История с его сыном, с награждениями, с татарским орденом, с Карачаево-Черкесским орденом и так далее, и с орденом чеченским. Но он понял, что играться можно до определенной степени, до определенного уровня. И, кстати, вот то, что Путина не убили по-настоящему, все-таки нет мертвого Путина, доказывает то, что Кадыров еще живой. Потому что мы же все говорили, что Кадыров не переживет Путина больше, чем на час или на два, или на день. Да, вот Путин уже неделю, как восьмой день уже в холодильнике лежит, а Кадыров живой-здоровый. И никуда не сбежал, не уехал, ничего. Но, правда, ему передали торжественно тяжелую технику из Росгвардии. Золотов лично приехал и передал. Субтитры создавал DimaTorzok